Сегодня моя задача ознакомить вас, аудиторию. Не то чтобы ознакомить, а немножко коснуться вопросы гастрита. Да, конечно. Вопросы гастрита. Хотел бы сначала для себя знать, кто считает, что у него есть гастрит? Кто-то поставил нам гастрит, да? Гватали, кто-то не гватал, кто-то просто по жизни думает, что у него гастрит есть. Вот поэтому мы этой проблемой и коснулись немножко, и хотим коснуться этой проблемы. Почему? Потому что, по ходу, вы поймете, почему я именно эту проблему хочу осветить. Ну, во-первых, надо нам понять, да, действительно, что же такое гастрит. Это не гастрит, то, что слово, которое состоит только из семи букв или все-таки, включает в себя очень много разновидностей. Да, конечно, заходите. Смотрите, вот определение хронического гастрита, которое многие думают, да? То есть миф. В чем миф? Миф в том, что сейчас у всех есть гастрит. Многие это слышали. Сейчас нет тех, которые без гастрита. На самом деле, хронический гастрит – это группа хронического заболевания, которым орфологически характеризуется наличием воспалительных и дистрофических процессов слизистой оболочкой желудка, прогрессивающей атрофией, функциональной структурной пристройкой с разнообразными клиническими признаками или без полного течения. То есть гастрит включает в себя еще и изменения со стороны желудка, со стороны слизистой желудка, под слизистых слоев. То есть органические изменения. Органические изменения, которые происходят под теми иными факторами, которые происходят в нашей жизни. Если мы объективно хотим что-то, представление какое-то иметь, вот смотрите, вот этот вот у нас как бы желудок. Это желудок. Это желудок. Вот. Эта картина показывает, если немножко быть объективным, вот эта стенка желудка, которая нормальная, неизмененная. Неизмененная. А тут уже вот есть измененный участок, который отражает эрозию. Эрозия, вы тоже в жизни сталкивались с этим. Кто-то после ФГДС узнал, что у него есть эрозия. А вот это уже острый гастрит. Это уже более глубокая эрозия и слои затрагиваются. А вот это уже хронический гастрит, когда уже задействованы несколько слоев. Вот. Вот та картина была, это просто рисунок. А вот это уже та картина желудка, которую я, например, сам фотографировал, да, на своем аппарате. На геоскопическом аппарате я сам фотографировал. Вот смотрите, вот это вот неизмененный участок слизистой желудка, а вот это уже измененный участок. Вот сейчас вперед я немножко загляну. Вот тоже желудок, тоже моя фотография. Здесь смотрите, вот тоже покраснение, эритоматоз, да, гиперимения участки. Вот это вот действительно гастрит, который на самом деле, который затронут слизистой желудка. А вот если обращая, уже обратно возвращаясь к этой картине, вот здесь вот, вот эти вот изменения, вот видите, отличается, правильно? Вот это отличается. А вот это изменение слизистой такие же, вот смотрите, покраснение, а вот это изменение от препарата, которым лечили гастрит. А зрание не буду озвучивать. То есть, я к чему говорю? От того, что одни и те же изменения могут говорить о гастрите, а также о тех гастропатических изменениях, которые произошли под тем длинным воздействием. Так, какие же они бывают? Гастриты. Вот эта профсиркация гастрита предоставлена в рамках Киевского концерса, да. Смотрите, гастриты, которые аутоиммунные. То есть, это изменение слизистой желудка, которое происходит, когда организм, ну, грубо выражаясь, если доступнее сказать, когда сам со мной начинает бороться. Инфекционные гастриты. Инфекционные гастриты. Когда уже присутствует инфекционный фактор, который воспалительный фактор риска. Хеликобактер, пилор индукционный гастрит. Ну, про хеликобактер, пилор, я думаю, все уже слышали. Парень очень такой популярный. На сегодняшний день чуть ли не все проблемы желудочно-кишечного тракта списывают на него. И когда приходит пациент и говорит, что у него есть хеликобактер, глаза уже в ужасе, потому что насчитался интернетом. Это и рак, и так далее, и так далее. Жизнь не закончилась. Иногда приходится просто объяснить, что, учитывая 80-85% населения по разным исследованиям у нас инфекционного гастрита, timescRO-хеликобактер, есть и татарококковый гастрит, микобактериальный гастрит, царический сфертический гастрит, интеровирусный гастрит, и сталинево-вирусный гастрит. Гастриты вызваны микроникозом, кандидозу желудка, гистоплазмом желудка, анизокеаза желудка, гастрит на фоне криптоспориндоза, стронгиловидоза желудка. Видите? Вот это только определенная, небольшая часть тех гастритов, который может быть у человека. То есть, когда вы друг другу говорите, или доктор вам говорит, что у вас гастрит, это ни о чем, просто ни о чем, просто ни о чем. Почему? Потому что, это для чего я говорю, от того, что мы не можем жить только с тем понятием, что у нас есть гастрит. Мы должны сначала выяснить, во-первых, действительно у вас есть гастрит, или это просто чьи-то слова, кто-то там неправильно поставил. Это насчет гипердиагностики, когда коснемся, и перейти, это еще, этот вопрос поднимется. Поэтому вы просто должны знать, что гастриты бывают разные, разных идеологий. Вот тут тоже гастриты обозначены, но, но, тут уже играет роль именно внешние факторы. То есть, этот гастрит вызван лекарственным препаратом. Мы часто сталкиваемся, наверняка, среди вас тоже есть пациенты, которые вынуждены принимать те или иные препараты. Это гематоидные пациенты, пациенты кардиальные, то есть, инфаркт, миокаростяна, кардиа и так далее. Ну, возвращаясь к Сене, то есть, такие интересные побороны. Смотрите, да, вот то, что мы сейчас уже переходим к гастритам, которые вызваны именно не какими-то там микробными факторами, а именно внешними факторами. Вот тут-то и наступает вот такой интересный момент, что вот эти же изменения, они ассоциируются как гастриты. Вот, например, гастрит вызван лекарственным препаратом. Я уже сказал, что наверняка есть люди, которые принимают препараты ацидисосудистой системы, это кардиомарнил, тромбоас или другие препараты, которые ацидисосудисты содержащие, которые, даже проходя эндоскопию, услышали слово «юргозия», «геморрагическая эрозия». То есть, этот гастрит, который, ну, они, конечно, правильно должны называться гастропатией. Вот это как раз вот этот пункт А – алкогольный гастрит. Почему алкогольный гастрит? Этиловый спирт очень агрессивно воздействует на слизистую желудка. Настолько даже соляная кислота, которая продуцируется именно в желудке, не воздействует так пагубно, как сам алкоголь и глинеетиловый спирт. Радиационный гастрит – ну, это те люди, которые сталкиваются там по работе или по темным там ситуациям, где у нас радиация. Химический гастрит – это когда агрессивные химические препараты попадают в желудок. Это бывает и на производстве, вот, и, к сожалению, и в бытовой ситуации. Гастрит вызвана рефлюксу желудка. Очень часто встречается это у тех людей, у которых есть какие-либо проблемы с гипотобильярдной системой. И почти 80% людей, у которых удален желудок пузырь. Поэтому, как гастроэнтеролог, когда я провожу консультацию, мы, конечно, стараемся там проводить какие-то мероприятия, которые у органа сохранны, как-то сохранить желудок пузырь, потому что Богом дан этот орган, он имеет свою функцию, без него там тяжело. Но вот одна из таких проблем – это именно гастрит, который вызывается забросом жалча в желудок. Гастрит вызван другим специфическим внешним фактором. То есть, тут можно много перечислять. Здесь уже гастрит вызван специфическим внешним фактором. Да, лимфоцитарный гастрит, болезнь не приняли, лимфоцитический гастрит, зернофийный гастрит. Гастрит при заболеваниях, строкеидоз, воскулитов, болезни крома. Почему я так быстро прошел? А на самом деле, моя задача была вам показать, что сколько гастритов бывает вообще разновидности. То есть, когда вам соседка, подруга говорит, у меня тоже гастрит, я вот пью это лекарство, тоже попей, пошел в аптеку, купил лекарство. Или в аптеку зашел, сказал, девушка, у меня гастрит, дайте что-нибудь. То есть, это совершенно неправильный подход. Это несовершенно правильный подход, даже при том, что вам эндоскописта или кто-то сказал, что у вас есть гастрит. Я не говорю о тех случаях, когда гастрит у вас вообще не был диагностирован инструментальным методом, а просто от того, что когда-то кто-то вам его просто на ходу поставил. По поводу того, что, вот это вот, грубо говоря, может быть такое выражение, на ходу поставить, да? Потому что гастрит, он как должен диагностироваться? Это эндоскопический ФГДС, да, с обездательной морфологической оценкой пиксибиоттантов. То есть, я вам показывал картину, когда мы просто даже, как эндоскопист, во время ФГДС зашел и видел измененное слизистую, это не говорит, что это гастрит. Я вам показывал именно измененную картину, похожую на гастрит, от приема лекарственных препаратов. То есть, это не тот гастрит, который надо лечить стандартным лечением. То есть, вы сделали ФГДС, эндоскопист, свою задачу сделал, вы вышли, в заключение почитали, пошли лечиться самостоятельно. Это неправильно. Диагностика хеликобактера пилори, да? Основной процент именно тех гастритов, которые изменяли слизистую желудка, они имеют именно такой характер, который именно по вине хеликобактера пилори. Хеликобактера пилори – микроб, который в 1985 году был открыт австралийскими учеными, за который они получили Нобелевскую премию. И пошла эра хеликобактера пилори. Это, конечно, здорово помогло и в лечении, в медицинской практике, зная уже, кто виноват. Естественно, подход уже совсем другой к лечению. Но сначала у нас то, что по положению мы с хеликобактером боролись в тех случаях, когда уже изменения произошли в желудке. Потом другая установка была уже с хеликобактером боролись в тех случаях, когда есть и даже есть какие-то наследственные факторы. Но на сегодняшний день уже речь идет о том, что у всех тех людей, которые обнаружили хеликобактер в пилори, проводить эрадикацию. Эрадикация – сильная терапия, включает в себя несколько антибиотиков. И вот этот каждый случай, опять-таки, должен обсуждаться с врачом-клиницистом, а не самостоятельно. Потому что интернет там кишит такими схемами, которые там, слава богу, на сегодняшний день вроде бы принято положение антибиотик не выдавать в аптеке без рецепта. Но вы, наверное, сталкивались, что это можно обойти. Поэтому вот эта вот антибиотикотерапия, которая без существенных таких показаний, а самостоятельный подход к его приему, к сожалению, создает там очень большие проблемы. И в результате этого этот товарочек ликобактер в пилори на сегодняшний день уже даже нечувствительный к многим антибиотикам. То есть появились те штаммы, которые нечувствительны к антибиотикам. Это вот как раз заслуга тех людей, которые самостоятельно лечатся. Или то лечение, которое назначил врач не до конца. То есть не оконченный вот этот вот курс антибиотик терапии тоже приводит к уже появлению штаммов патроничных ликобактером. Ну или это вот то, что добрые продавцы аптечной сети, которые дают просто по первому использованию антибиотики на руки населения. Определение кислотобращивания с функцией желудка. Мутрофлодческая паршметрия. Это важный фактор. Но вот иногда просто пациент приходит и говорит, я хочу узнать свою кислотность. Кислотность это то, что вы узнаете в своей кислотности. Это не дает вам каких-либо дальнейших прогнозов в том смысле, если у вас нет проблемы с желудком, то, что только узнав, какая у вас кислотность, вряд ли что-то изменит. Почему? Потому что если кислота зависима от заболеваний, если это заболевание присутствует, так или иначе мы уже в лечебных мероприятиях используем те препараты, которые кислоты усвежают. А если провести там достаточное измерение этой кислотности, а это ваш метрорисуточный, это очень сложная процедура, даже при этом, что если мы узнаем повышенную кислотность, то можно вас только поздравить, потому что мы зачастую забываем про вторую, очень важную там функцию кислоты, соляной кислоты в желудке, это барьерная функция. То есть те люди, которые по совету там других совсем левых людей там принимают препараты, которые кислоты усвежаются в препараты, они снимают вот этот кислотный барьер, в результате ваш кишечник заселяется чужим микромом, который поступает через ротовой полус, и который должен был, по идее, перевариваться с помощью кислоты. Но так как вы самостоятельно решили попить амесо-мепрозол, вы открыли для них такой доступ для поступления в ваш организм. Ренингенологический метод он раньше использовался, сейчас уже все и меньше, и меньше, потому что, в пути, ректор отметил, да, на сегодняшний день то оборудование, которое присутствует в нашей клинике, уже в других клиниках, это позволяет там достаточно, достаточно очень тщательно длярастировать это заболевание и обходиться без ренингенологических методов. Дианность хронической гастриты требует морфологического подтверждения, то есть возвращаемся к пункту МН1. Если морфологическое подтверждение не было гастрита, вы можете считать у вас нет гастрита. Вот о чем мы говорим. Распространялся тем, как 50% и более возрастного населения с возрастом частоты хронической гастриты увеличивается. Вот эта статистика, которая, вот эта статистика, да, она, к сожалению, недостоверна. Почему? Потому что официальные данные администрации хронической гастриты в Российской Федерации, основанные на клинической картине, отражают истинные заболевания, так как регистрируют синдром диспенсии. Те жалобы, которые у вас, у других людей, могут присутствовать именно в области желудка, которые там сопровождаются вот такими жалобами, симптомами, да, то есть это как функциональная диспенсия, неорганическое нарушение моторно-секторной функции желудка, то есть мы первым, когда отмечали про определение гастрита, давали, что там должны быть парфлористские изменения, а тут вот эта вот как раз морфология, которая геоптант, который берет из желудка, говорит нам, есть там органические поражения, слизистые или нет там органических поражений. Вот когда вот органических поражений нет, то в основном речь идет как раз о функциональной диспенсии, которая уже совсем лечится по-другому. Вот это основные люди, которые составляют статистику, статистику вот эту 50 и более процентов, это те, которые говорят, гастрит есть почти все, это как раз вот те пациенты, которые имеют функциональную диспенсию. Как раз диагностики должны быть и направлены, чтобы исключить или подтвердить. Причина гипердиагностики гастрита. Постановка диагноза, лечащего врачом без эндоскопийских исследований только на основании жалоба пациента, боли в животе и так далее. К сожалению, это практиковалось очень часто, до сих пор практикуется, даже при том, что на сегодняшний день вот эта фиброэзофара, гастродолинэскопия уже более доступна становится. Но по многим причинам, или человек просто был у терапевта, терапевт поставил гастрит под вопросом, человек вот так появился этим, узнал, чем можно лечить, амезом, аминопрозолом, другими какими препаратами и продолжать так жить годами, десятилетиями. А то, что почему эндоскопию, у кого нет времени, у кого предвзятое отношение, это страшно. Я ни на что не пойду и так далее, и так далее, и так далее. Куча причин. Куча причин. Но, к сожалению, вот этот вот уход, а, показательное вот это исследование, к сожалению, приводит уже к тем изменениям, которые иногда бывают очень плачевными. Так, эндоскопическая гипердиагностика, к сожалению, это присутствует тоже. То есть, когда эндоскопист видит изменения на слизистой, он просто пишет гастрит. А это уже, как бы, требует дальнейшего уточнения диагноза с парфологическим метром, который мы уже упомянули. Не всегда это не происходит, по многим причинам, по многим причинам, да. Но вот этот момент он присутствует. Это каждый случай должен уже, как бы, разбираться. Сама диагностика, мы это уже, само лечение, мы это уже коснулись. То есть, постановка ложного диагноза с гастрит ориентирует пациента на целевое лечение и маскирует имеющиеся заболевания желудочно-кишечного тракта. Какие еще заболевания могут быть, которые проходят именно таким же симптомами, таким же симптоматикой, таким же жалобом, да. Это проблемы гепатобилиарной системы. А те пациенты, которые ко мне приходят, как на эндоскопические исследования, как к гастроэнтерологу, те, говорят, которые, доходя уже сразу же, то, что доктор, у меня болит желудок, ну, процентов, скажем так, 30-40, это проблема гепатобилиарной системы. Одно дело, что если мы там с помощью пациента, с его добросовеста, с посещением тех исследований, которые нужны, там, отсутствием страха, предфиброизофага, гастроэнтероскопии, мы уточняем диагноз, и пациент добросовестный дальше лечится. А другое дело, этот пациент, он не попал к нам, он так и ходил, он так и лечил свой гастрит. В результате приходит, там уже запущенный панкреатит, там уже запущенная желудочекаменная болезнь, запущенная, или там другие какие-либо проблемы, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. Поэтому просьба внимательно отнестись к своему здоровью, потому что уже ректор отметил, многие те заболевания, к сожалению, которые там, нам говорят, не лечатся, это именно по той проблеме, которая, вот то, что мы учим в свое время, неправильная диагностика, не лечили и то, что действительно на самом деле есть. Почему? Потому что, какую бы болезнь ни спасла Бог, он обязательно не спасает и средства исцеления. Только надо найти, поставить диагноз и найти исцеление. Будьте здоровы! Спасибо. Спасибо. Спасибо.